Я приветствую тех, кто только что подключился на территорию свободы, и сейчас мы будем разговаривать с военным экспертом Олегом Ждановым о ситуации, которая в Украине. Здравствуйте, господин Жданов. Здравствуйте. Они осколочного действия и имеют большое количество осколков и наносят довольно серьезное поражение на большой площади, даже в том классе, если их используют как земля-земля, ракеты земля-земля. На наш взгляд это отвлекающий маневр. Дело в том, что Российская Федерация, перед этим Запорожье было обстреляно аналогично, перед этим был Купенск обстрелян аналогичными ракетами. Российская Федерация пытается растянуть наши силы в плане противовоздушной обороны, вынудить нас снимать линии фронта и перебрасывать на вот такие города, как Николаев, дополнительные средства противовоздушной обороны. А может быть это сделано с целью лишить Украины ракет противовоздушной обороны, потому что была информация, насколько я помню, о том, что Украина заканчивается так называемым советским, советского типа ракеты противовоздушной обороны, а средства, которые поступают из США и Европейского Союза, эти типы ракет и орудия противовоздушной обороны, еще нет в необходимом количестве? Смотрите, они не производятся, просто практически за пределами Российской Федерации эти ракеты не производятся. Но по результатам заседания в формате «Рамштайн» было заявлено, что проблем с боеприпасами не будет. По оценкам наших военных, до конца мая нам в принципе было достаточно ракет, а сейчас после «Рамштайна» министр обороны Пан Резников заявил, что вопрос решен и проблем не будет. Там не детализировались результаты, мы понимаем по каким причинам, но вопрос, я так понимаю, что с ракетами ПВО решен. Ну и тем более, смотрите, обстрелы наших населенных пунктов, дело в том, что комплекс С-300 с комплексом самим с собой бороться не может. Если, допустим, применять С-300 в качестве оборонительного оружия от ракет С-300, но в классе «Земля-Земля». Бороться с ними могут такие комплексы, как «Петриот» и такие комплексы, как «Насамс». Вот эти, да. Ну и плюс там современные комплексы типа «ШАК» американского или, допустим, в ближнем радиусе действия системы, подобные израильскому железному куполу. Господин Резников 19 апреля подтвердил, что Украины прибыли комплекса «Петриот». «Петриот» прибыло, да. Их прибыло три комплекса, три батареи. Но, понимаете, три батареи и 1200 километров фронта. Это как-то немножко не вяжется. Поэтому и мы все время обращали внимание на то, что генеральный штаб решит, куда это ставить. Радиус действия «Петриота» в обычном режиме 100 километров максимально, а в режиме противоракетной обороны 40-50 километров. А украинские партнеры в Европейском Союзе в Америке понимают, что три комплекса не закрывают более 1000 километров? Да, они понимают. Вот, кстати, должен подойти еще сам «Ти». Это аналог, полный аналог «Петриота», только в европейском исполнении. Это итало-французская разработка. Вот он еще должен подойти. Должны подойти два комплекса «Ирис-Т» и два и четыре комплекса на «Самс». То есть партнеры понимают, но единственное, что медленно, видите. Вот комплексы на «Самс» были закуплены для Украины еще в августе месяце прошлого года. И из шести, сделка была там, по-моему, 185 миллионов долларов. И вот из шести комплексов только два до сих пор поставлены в Украину. Четыре еще находятся где-то, я так понимаю, в производстве. С чем вы связываете задержки поставки этого типа вооружения? С тем, что действительно вы ожидаете, пока их произведут? Или есть какие-то другие основания полагать, что есть с чем-то другим связанные задержки? И то, и другое. И с производством, допустим, комплекса «Ирис-Тейк» даже еще нет на вооружении в Бундесвере. Они производятся. И поэтому, я так понимаю, что мы получаем комплексы с колес прямо от производителя. Вот, с одной стороны. С другой стороны, бюрократическая процедура и боязнь стран Запада, некоторых стран Запада в том, что, отдавая, знаете, как, видя войну, которая идет в Украине, и каждый раз, когда надо передавать вооружение, они задают сами себе вопрос. А нам хватит? А у нас еще есть? И наложите на это все обычную бюрократическую процедуру. Потому что Запад живет в режиме мирного времени. Воздушных тревог нет. Бомбы с неба на голову не падают. И как бы они ни ускорялись, по нашей просьбе, но все равно процесс или процессуально они кардинально ничего не поменяли в процессуальных вопросах передачи вооружения. Переходим к теме контрнаступления ВСУ. Я знаю, что господин министр обороны Резников попросил не акцентировать внимание, не поддерживать постоянный у прессы, постоянный ажиотаж на эту тему. Но в этой связи на днях появилась аудиозапись Евгением Пригожиным, руководителем так называемого ЧВК Вагнера, который нервно говорил о том, что вот до 2 мая заканчивается дожди, а потом еще 7 дней украинского ветра, земля высохнет, и они пойдут на нас. Это для русских 9 мая будут праздновать. А они нам вот такой вот подарок сделают, поздравят. Насколько реально опасения господина Пригожина? И действительно ли, что к 9 мая это одна из дат ожидаемого контрнаступления? Или все-таки действительно Украина не будет привязываться никаким датам, а будет исходить только исходя из того, что какими обладает вооружениями, силами, и где наиболее перспективное направление? Ну, смотрите. Пригожин льет сегодня воду на нашу мельницу. Он работает, не его заявление напомнило старый советский фильм, «Шеф, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает». Вот примерно такую ситуацию. Молодец. Это очень хорошо, что он создает такую атмосферу в Российской Федерации. Смотрите, Украина никогда не привязывалась к датам. Никогда. У нас нет вот этого скрепных желаний, как в Российской Федерации. Все к каким-то датам. Нет. Только готовность войск, только выполнение плана поставок вооружения. Кстати, командующий войсками НАТО в Европе заявил, что 98% обещанного вооружения уже поставлено Украине. И готовность войск. Вот три критерия для нашего главкома, для генерала Залужного, для того, чтобы предложить вариант контрнаступления президенту на утверждение. А может быть, он уже утвержден, они просто ждут, когда готовность будет, и тогда все начнется по готовности войск. Какое направление вы считаете наиболее перспективным? Ну, три направления. Если говорить об основных направлениях, то у нас три направления. Это Мелитополь и на перешейк Крыма. Второе направление – это Волноваха-Мариуполь. И третье направление – это Луганск-Донецк, опять же, Мариуполь. Вот три основных направления. Где конкретно будет проводиться и на одном или нескольких направлениях, этого не знает никто, кроме Генерального штата. На территории Российской Федерации в последнее время, я смотрю по телеграм-каналам, появляется все чаще информация о том, что долетают беспилотники. Они там с бомбой внутри заложены, но они взрываются. Ну, долетают, как бы, они, говорят, падают. А может быть, специально садятся и показывают, что это возможно, да, психологическая атака такая. И на территории Крыма тоже летают беспилотники и тоже находят их. Это действительно психологическая обработка, что если вы не уйдете, то видите, что мы вас достанем? Или они, или сейчас украинская армия проверяет эту систему, насколько они все-таки могут долететь и оказаться какой-то там дальше, внутри уже на территории Российской Федерации, взрываться там и приносить ущерб? Ну, пока что вот первые взрывы, которые произошли в Российской Федерации, это были, будем так говорить, целенаправленные. Я имею в виду Энгельс-2, когда прогремели взрывы. Почему? Потому что, на минуточку, Энгельс-2 это основной базовый аэродром стратегической авиации Российской Федерации. А это составная часть ядерной триады и, ну, будем образно говорить, той ядерной дубиной, которая очень любит махать Путин. Вот. А сегодня это больше уже, наверное, информационно-психологическое воздействие в том плане, что война, что такое война? Во-первых, чтобы почувствовали это раз. И второе, что война пришла на территорию России. Что посеешь, что и пожнешь. Вот в таком контексте. Будут ли усиливаться удары и будут ли проводиться? Сказать очень трудно, потому что, ну, это не мы. Знаменитый путинский принцип. Да, это не мы. Нас там нет. Вот. Это добрые люди. И кто это делает, мы не знаем. Но скажу так, что тенденция усиления, усиления мощности, мощи этих ударов и увеличения их количества, я думаю, что будет наблюдаться вполне возможно, что даже в ближайшие недели. Российская Федерация не оставляет своих заявлений относительно использования ядерного оружия. Правда, в основном это сейчас уже из уст господина Медведева. Звучит, но суть которых не злите нас, уйдите сами, иначе мы все-таки воспользуемся и сотрем Берлин с лица земли, Нью-Йорк, Брюссель. Ну, я так посмотрела, за этот год почти не осталось европейских столиц, которые бы в своем телеграм-канале господин Медведев не стер с лица земли. Насколько все-таки реально воспринимается сейчас угроза, что Российская Федерация все-таки нажмет на эту пресловутую красную кнопку, и ядерная атака случится? Я думаю, что на сегодняшний день эта угроза в принципе равна нулю. Посмотрите даже на реакцию Запада. Запад сделал свои заявления и четко определил, я имею в виду коллективный Запад, который вот сегодня на стороне Украины и помогает нам. И четко определил свою позицию относительно применения в этом конфликте, применения ядерного вооружения. Плюс позиция Китая. Добавьте сюда, как бы там Китай не проводил свою линию, но тем не менее никто не хочет... Украина же географический центр Европы. Никто не хочет получить ядерную помойку в центре Европы. А как аргумент, я напомню, что первым заявлением сделал Борис Джонсон еще весной прошлого года, год на рог, уже год прошел даже, что Великобритания оставляет за собой право нанесения превентивного удара в случае попытки применения ядерного оружия в нашем конфликте. Потом аналогичное заявление, но немножко с другой формулировкой, сделали Соединенные Штаты. И я думаю, что самый большой аргумент для Путина, наверняка Герасимов докладывает ситуацию не только в Украине на линии фронта, но и вообще военную обстановку вокруг Украины. Я напомню, что эсминцы 5-го и 6-го флотов находятся в Средиземном море, и дальность пуска томогавка в 2500 километрах. И там залп может составить до 150 томогавков. Так что, если Россия готова рискнуть... Единственное, почему Медведев, потому что, ну, что у короля на уме, то у шута на языке. И они пытаются как-то создать какой-то, внести деструктив в позицию Запада, а Кремль, вы абсолютно правильно заметили, Кремль даже эту тему не поднимает. А на Медведеве всегда можно сказать, так он же от себя, это личное его мнение. Оно не имеет отношения к ядерному вооружению. Так что примерно вот на сегодняшний день примерно мы видим такой расклад. А заявление Путина о том, чтобы до 1 июля построить на территории Белоруссии шахты, да, для ядерного вооружения? Хранилище. Хранилище, да, для ядерного вооружения. Смотрите, это то же самое. Вы знаете, что в Феодосии было хранилище построено, Феодосия-13, объект, где хранилось ядерное вооружение при Советском Союзе для Черноморского флота. Так я скажу, даже добавлю еще, что они его восстановили уже давно, построили новое рядом. И до сих пор Российская Федерация не отважилась двинуть ни одного заряда. Смотрите, сейчас сложилась такая интересная ситуация. Все заряды находятся в местах, которые верифицированы согласно международного договора о нераспространении ядерного оружия. На данный момент Российская Федерация не передвинула ни одного ядерного боеприпаса. Они, несмотря на то, что все уже там заявляют, что мы из договоров вышли, договора прекратили свое существование, но Россия не рискнула его нарушить реально, кроме политических заявлений. Поэтому передать оружие на территорию Белоруссии, я думаю, тут два варианта может быть. Первый это застолбить Белоруссию. Может Россия туда, вероятность такая существует, перенести. Но это будет, скорее всего, сделано для того, чтобы застолбить саму Белоруссию постоянным присутствием российских войск, которые будут на этой базе охранять этот ядерный арсенал. Если Россия, при условии, если Россия действительно решится на его перемещение в Белоруссию. Но Российская Федерация говорит, что это не отменяет их обязательства, потому что если контролировать, а контролировать по заявлению Путина, и что подтвердил в своем заявлении Песков, это ядерное оружие будет Российской Федерации, то, в общем-то, они свой контроль сохраняют. И в таком случае они не выходят за пределы своих взятых на себя обязательств. В то время как Лукашенко сказал, говорит, ничего подобного. Все, что на территории Белоруссии, контролирую я, как руководство Белоруссии. И если вы привозите к нам, значит, это наше. Мы несем ответственность, и мы используем, если считаем нужным. Ну, не прямая цитата, но судьба такая. Очень интересная позиция. Позиция тянет Алкай. Ну, Лукашенко в этом случае, опять же, либо он переигрывает Путина, что он делает уже 20 лет, вводя его за нос с созданием союзного государства. Тем самым, вот такими заявлениями Лукашенко ставит Путина перед дилеммой завозить-не завозить. А действительно, сколько надо войск туда завести, чтобы в условиях, если белорусская армия завтра придет, заблокирует базу и потребует передачи этого вооружения под контроль белорусских вооруженных сил. И тогда получится, и новый член ядерного клуба появится, с одной стороны. С другой стороны, Лукашенко усилится, и его позиция в переговорном процессе с Российской Федерацией станет еще сильнее, чем у него есть сегодня. Поэтому тут, видите, то, что я сказал, что вероятность перемещения этой оружии хочется и колется, и мама не вели. Поэтому я думаю, что вероятность очень низкая от того, что Россия решится. Но, тем не менее, попугать Запад, да. Ксим Бадан Жданов, кто контролирует Бахмут? Потому что украинская сторона заявляет, что Бахмут не взят под полный контроль. Да, он находится в полуокружении, чуть ли не почти в окружении, но Россия не взяла его под полный контроль. А, в свою очередь, Российской Федерации было заявлено уже, чтобы не соврать, раз в пять, что взяли Бахмут. Смотрите, большую часть города контролируют российские войска. Да, действительно, наши войска в Бахмуте находятся в полукольце. И мы это не скрываем, и это видно отражается на всех наших картах и на новостных площадках. На сегодняшний день вооруженные силы обороны Украины контролируют западную окраину города Бахмут. Бои продолжаются в западной части города, идут очень ожесточенные бои. Но полностью город не под контролем Российской Федерации. Удержим мы позиции или не удержим, сегодня сказать трудно. Но, в принципе, я считаю, что Бахмут выполнил свою задачу и продолжает выполнять свою задачу. В том плане, что сегодня на Бахмуте сосредоточено наибольшее количество артиллерии российской и наибольшее количество резервов российских. Там доходит ситуация до того, что, ну, его уже называют конвейер смерти для российской армии. Они просто грузовиками подвозят личный состав. И буквально там сутки-двое, и этот личный состав уже волнами идет в атаку на наши позиции. Вот. Так что, но ситуация такова, что в западной части города идут бои, и мы контролируем только западную окраину Бахмута. Еще до Нового года обсуждалось, что после проведенной Российской Федерации мобилизации, то будет предпринято наступление российских войск. И обсуждалось со стороны Белоруссии или по южному направлению, то есть, или для того, чтобы выйти полностью на границы Донецка и Луганских областей. Последнее время единственное, что обсуждается, это когда начнется украинское контрнаступление. Означает ли это, что проведенная мобилизация, в которой было по официальным данным призвано около, ну, встали под ружье около 330 тысяч человек, если я правильно помню, 330-350 тысяч человек, да, что это не изменило положение российской армии в Украине и не позволило перейти в наступление? Или вот то, что происходит в Бадбахму, там, Адеевке и что мы наблюдали под Углидаром, и было наступление? Это и было наступление, только чуть шире. Они начинали от Купинска, включая Углидар. Вот на таком широком фронте в декабре они начинали наступление, да, тогда было отмобилизовано порядка 350 тысяч военнослужащих. Кстати, сегодня количество с учетом мобилизации, с учетом перекидывания войск, сегодня количество где-то порядка 370 тысяч на территории Украины. То есть, можно предполагать, что та группировка в 120-130 тысяч, которая была до мобилизации, она ликвидирована уже на территории Украины. Потому что количество войск примерно осталось то же самое. А прошло 4-5 месяцев практически боев таких интенсивных линий, точнее, да, огненная дуга, как я ее называю, активных боевых действий, сузилось аж от Бахмута до Марьинки. И сегодня в Марьинки, в самой, как, но там уже 14 месяцев не утихают ожесточенные бои за этот населенный пункт. Там они продвинулись на несколько километров за 14 месяцев. Вот. В Авдеевке попытки окружения продолжаются, но безуспешные. То есть, они даже не штурмуют Авдеевку уже в лоб. Они пытаются обойти ее либо с севера, либо с юга и безуспешно стоят на месте. И единственное, что город Бахмут, но какой ценой? Ценой фактически ликвидации ЧВК «Вагнер», которая в лучшие свои месяцы достигала там порядка 40-45 тысяч. Сегодня они уже заканчиваются практически на Бахмуте. Вот. Так что, да, вот это и было наступление. Кстати, наш глава разведки Украины, генерал Буданов, недавно в своем интервью констатировал, что на этом наступление российских войск практически заканчивается. И сейчас интенсивность боевых действий осталась, ну, самая большая осталась только в Бахмуте. Все остальное уже практически идет на спад. Допускаете ли вы очередные жесты доброй воли? И если да, то где? Нет, пока не допускаю жестов доброй воли. Почему? Потому что они создали... Российская Федерация создала целую систему заградительных отрядов. Они привезли очень много Росгвардии, которая стоит во втором эшелоне с пулеметными наперевес. И мы постоянно наблюдаем и слышим по перехватам, знаем, что любые попытки оставить позиции заканчиваются расстрелом тех, кто пытается оставить эти позиции. Плюс есть случаи, когда российское командование расстреливает перед строем отказников, которые хотят идти, не хотят идти в атаку. Поэтому мы не ожидаем жеста доброй воли. Отступление или обращение противников в бегство так. Это вполне возможные варианты. Но жеста доброй воли, я думаю, что не стоит ожидать. Спасибо вам за то, что вы нашли сегодня время, ответили на мои вопросы. Слава. Да, пожалуйста. Героям слава. До свидания. До свидания. Для наших телезрителей я в продолжение темы и в ответ на вопрос, который на протяжении, наверное, с 24 февраля 2022 года мы слышали неоднократно. Тогда нам говорили, где вы были 8 лет. Уже год прошел, то есть где вы были 9 лет. Так вот, в продолжение этой темы сейчас будет специальный репортаж, который сняли команда сообщества Watchdog на тему того, что происходило 9 лет назад в Донбассе. И откуда появился этот нарратив в 8 лет Донбасса. Пожалуйста, посмотрите. Я думаю, это ответит на многие вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok